Больше всего Иван любит рисовать. Не только красками, но и обычной авторучкой. А еще он мастерит поделки и относит в детский сад, куда ходит его младшая сестренка. Учится Ване в девятом классе, ему 15 лет. Перед его рождением, казалось, ничто не предвещало беды. Во время беременности его мама проходила все необходимые исследования. О возможных пороках развития ее не предупреждали, и родился Ваня в срок. Но только после осмотра новорожденного матери сообщили, что у ребенка расщелены губы мягкого и твердого неба. Шок был. Был просто шок. Потому что у меня родился второй ребенок, у меня и первый ребенок с такой патологией. Но патология у него только заячая губа. А у Ванечки еще и во рту, в лучей пасти получается. Вот. Ну, была потрясена. В 9 месяцев Ване провели операцию по устранению расщелены верхней губы. Пластику твердого и мягкого неба планировали сделать, когда ребенка исполнится 6 лет. Но, как вспоминает мама, Ваня постоянно болел простудой, а потому операцию отложили. В результате мальчик с трудом ел. Жидкая пища, например, постоянно вытекала через нос. Откусывать и жевать Ваня тоже не мог. Необходимая операция по одномоментному закрытию расщелены твердого и мягкого неба была проведена только в нынешнем году в Москве. Департамент здравоохранения области выделил квоту на лечение в Центральном научно-исследовательском институте челюстно-лицевой хирургии. Теперь Ване предстоит еще одна операция. У мальчика недоразвита верхняя челюсть, нарушен прикус. Оплатить дорогостоящее лечение семья не в состоянии. За помощью обратилась в РУСФОНД. Необходимо сделать костную пластику, устранить расщелину костную. И вот те мероприятия, которые сейчас будут проводить, ордонатическое лечение, направлены на то, чтобы нормализовать прикус, сделать его правильным, с тем, чтобы потом при правильном прикусе выполнить костную пластику. И как бы навсегда сделать его челюсть монолитной и стабильной в развитии. Стоимость лечения 400 тысяч рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта РУСФОНД соберут 253 тысячи рублей. Общество помощи русским детям несет 100 тысяч рублей. Не хватает 47 тысяч рублей. Для помощи Иване нужно всего лишь отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильные приложения. Другие способы помощи на сайте РУСФОНД. Мы малоимущая семья, мы не можем таких средств. Просим вас помочь нам на операцию, на лечение. Но вы надеетесь, да? Я надеюсь, что люди помогут, чтобы сын мой был красивый, как все ребята. Когда Ваня был маленьким, сверстники иногда его обижали. Например, говорили «Ты плохой, ты никому не нужен». Тогда Ваня не понимал, почему они так говорят. А в 14 лет, как признается теперь, сказал себе «Надо жить дальше и строить планы». После окончания 9 класса Иван собирается поступать в медицинский колледж. Я хочу стать врачом, помогать людям. А пока в помощи нуждается сам Иван. На его лечение не хватает 47 тысяч рублей. И для того, чтобы собрать эту сумму, нужно всего лишь не быть равнодушным. Ольга Евгеньева, Степан Ерофеев, Вести, Шуйский район.